Жителей одной из квартир в пятиэтажке на улице Гагарина в январе разбудил ливень. Вот только его причиной стала не аномальная погода, а соседи сверху. Подробнее Дмитрий Сылюков. Вода с потолка бежит как из ведра, а самих ведер едва хватает, жалуется Ольга Репина. Потоп в ее квартире случился в 6 утра. Полило дождем прямо вот отсюда. Все вот хорошо, что я на работу как бы не успела уехать, все это успела убрать. Пока ведра все собирала, дочь у меня полотенце там, тряпки, все это кидала на пол. Потекло вообще везде. Ольга рассказывает, квартиру топит регулярно. Прямо над этой комнатой на двух этажах общежития расположены санузлы и душевые. То трубы у них прорвет, то у них трубы засорятся, то еще что-нибудь, то у них там унитаз лопнул что ли. Потому что управляющие компании ничего не меняют. Сколько тут лет, наверное, не менее, не знаю, ни трубы, ничего не менялись. В этот раз потоп произошел на пятом этаже. Как рассказывают соседи, виновник коммунального ЧП, один из жителей, который ночью решил постирать вещи. Сетует, мужчина постоянно выпивает и может что-нибудь сломать. Мы пришли, тут уже все развалилось. Все развалено, разобрано все и вода на полу. Мы это все убрали, мы ему наказали вот так и вот так, но в итоге ночью вот он результат. В управляющей компании, говорят, причиной этого потопа стало негерметичное подключение стиральной машины. Человеческий фактор путем поломок, засоров, нарушений, эксплуатации никто не отменял. Все заявки отрабатываются вовремя. На данном адресе все инженерные системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения находятся в исправном рабочем состоянии. Все трубы там поменены. В управляющей компании жительницы пострадавшей квартиры советуют написать заявление, чтобы составить акт и взыскать с виновника компенсацию. А пока женщина продолжает мечтать о ремонте, только боится очередного потопа. Поэтому ведра и тазики держат всегда под рукой. Дмитрий Солюков, Михаил Перонков. Новости Первоуральск.